Здравствуйте, меня зовут Михалькова Екатерина, я главный врач Дентал Фэнтези на Фронзенской и сейчас мы проведем с вами рум-тур по нашей клинике. Проходим. Пока мы поднимаемся в клинику, я расскажу вам о классной опции консьерж-сервис. Если вы приезжаете на автомобиле, вам нужно заранее сказать номер автомобиля и вас встретят на въезде в жилой комплекс, везут машину на бесплатную парковку и помогут вам подняться на территорию клиники. Здесь у нас есть антисептик, чтобы можно было обработать руки после захода с улицы. Здесь у нас есть разного размера многоразовые бахилы, мы заботимся об экологии окружающей среды, поэтому у нас есть бахилы, которые можно использовать много раз. Это шкаф, куда можно повесить одежду малышей и взрослых. И дальше мы проходим на ресепшн. На ресепшне вам дают заполнить документы, можно заполнить их онлайн, и тогда администраторы подготовят их заранее и дают вам только на подпись. Дальше администраторы надевают на руку браслет, который обеспечивает максимально безопасное нахождение в нашей клинике. На браслете маркируется наличие или отсутствие аллергии, риск падений у пациента, который пришел, однофамильцы, которые присутствуют в клинике, также маркируются. После оформления документов мы проходим в зону ожидания. Это игровая. Здесь есть стена, на которой можно рисовать мелом, большой телевизор, где дети могут посмотреть мультики. И огромная игровая зона. Здесь есть книжки, которые могут почитать, удобные кресла для родителей. Прекрасная помощница зубной феи, аниматор Диана. Аниматор с детьми играет, рисует и расслабляет их перед приемом, так, чтобы дети к доктору шли максимально подготовленные. Это книга наших волшебных отзывов, где дети и родители оставляют свои впечатления о посещении нашей клиники. Дети здесь в основном рисуют рисунки. И вот в такой прекрасной атмосфере происходит первое знакомство с нашей клиникой, где дети себя чувствуют безопаснее и комфортнее. Это тихая зона ожидания. Здесь очень удобные кресла. Родители здесь могут подождать своих детей, изолированы от шума. Могут посмотреть кино, почитать книжки или журналы. И координаторы или администраторы могут предложить чай, кофе или очень вкусные лимонады, чтобы время проходило в более приятной атмосфере. А теперь идем дальше в зону, где находятся координаторы. Сейчас мы идем в комнату координатором. Это самые главные помощники врачей, которые соединяют врачей и пациентов. Это наша прекрасная Лера и Махигуль. Если у пациентов есть какие-то вопросы, если нужно их скоординировать между разными врачами, если это наркозные пациенты, сконнектить анестезиолога врача и пациента, получение анализов – это все решают наши прекрасные координаторы. Все недовольства, все радости от пациентов, все вопросы они переадресуют врачам. И это реально самый крутой член команды, который обеспечивает связь между врачом и пациентом. А сейчас мы идем в стерилизационную комнату, смотрим, как у нас проходит обработка инструментов. Все стратегически важные комнаты у нас защищены кодовыми замками, и посторонние люди туда заходить не могут. Поэтому сейчас мы зайдем туда. Это центр санитарной обработки. На каждого пациента у нас используется индивидуальный набор вборов. Он открывается специально под каждого пациента, и по окончании приема мы весь набор сдаем в обработку. На каждого пациента у нас используются стерильные наконечники, и после работы мы их также сдаем в обработку. И индивидуальный смотровой набор. Здесь крафт-пакеты, в которые упаковывают инструменты, аппарат для упаковки. Особая наша гордость – это аппарат для стерилизации наконечником, чтобы на каждого пациента все было максимально безопасно. И автоклавы для обработки всех остальных инструментов. Дальше мы идем в лечебный кабинет и посмотрим, как устроено там. Это детский кабинет. Здесь у нас есть помощник дракон с зубами, на котором мы рассказываем, как правильно ухаживать за зубами. Разные виды щеток для разных запросов пациентов, чтобы пациенты максимально эффективно чистили зубы. У нас есть сундук с подарками, где дети выбирают после лечения подарок. Также у нас есть аппарат для использования закиси азотно-кислородной седации «Матрикс», который мы используем у малышей. Иногда у подростков, если у них есть тревожности, страх или травматичные вмешательства. Здесь у нас есть такой красивый помощник, который проецирует на потолок звездное небо. Огромный выбор очков на разный вкус мальчиков, девочек, большие и маленькие для любителей Майнкрафта и животных, для подростков. Есть такие антистресс-червяки. Дети маленькие особенно очень любят этих червячков. Также у нас здесь есть аппарат «Профилаксис Мастер», который мы максимально эффективно по протоколу GBT проводим профессиональную гигиену и удаляем тот налет, который дети и родители самостоятельно не могут убрать. В каждом кабинете у нас есть очень классный профессиональный фотоаппарат, в котором мы фотографируем все этапы лечения, чтобы мы могли продемонстрировать родителям обоснованность нашего вмешательства, оценивать динамику процесса. Все фотографии загружаются в программу, и в любой момент мы можем восстановить ход событий. В момент, когда ребенок заходит в кабинет, у нас убраны все инструменты, которые могут вызвать опасения. Кроме того, пустеры, наконечники у нас абсолютно все используются одноразовые. После каждого пациента они отдаются в стерилизацию, и на каждом новом пациенте мы берем абсолютно все стерильное. Когда к нам заходит в кабинет ребенок, мы предлагаем ему удобненько устроиться на нашем кресле. Раскладываем его, чтобы ребенку было очень удобно смотреть на потолке телевизор, чтобы его положение тела давало максимальное ощущение расслабленности, как дома. Дальше мы проходим по территории клиники. Здесь у нас еще одна небольшая зона ожидания, где напротив кабинета могут родители ждать своего ребенка, быть уверенными, что они его не пропустят. Также удобные кресла, прекрасный дизайн с деревянными стенами. Это создает особую атмосферу уюта. Этот проект делало нам испанское дизайнерское бюро, и мы очень гордимся тем, что наша клиника не похожа на обычный больничный интерьер. Она выглядит очень уютно, пациенты любят здесь находиться и всегда отмечают, что наша клиника не похожа на обычные больницы. Нам это очень ценно. Сейчас мы пройдем в кабинет рентген-диагностики, посмотрим, как там устроено. А пока обращу внимание, что по всей клинике у нас установлены колонки, из которых играет спокойная расслабляющая музыка для создания приятной атмосферы. Здесь есть монитор, на котором видно, что происходит внутри. И когда ребенку проводят диагностику на компьютерную томографию, родители, чтобы не получать лучевую нагрузку, могут находиться здесь, видеть, что происходит с их ребенком. И рентгенолог также смотрит за тем, чтобы с ребенком было все в порядке. А теперь зайдем внутрь и посмотрим, как там все устроено. Здесь у нас антисептик для обработки рук, компьютер, за которым работает рентгенолог, аппарат для сканирования пленки, на которой мы проводим рентген-диагностику. Но особенность современных аппаратов в том, что лучевая нагрузка дается абсолютно минимальная. Если раньше исследование проводилось на пленку, и лучи должны были пройти через ткани, дойти до пленки, и пленку проявляли, лучевая нагрузка была большая, то сейчас мы используем цифровые датчики, которым достаточно получить абсолютно минимум информации. И дальше сканер обрабатывает эту информацию и дает нам готовую картинку при минимальной лучевой нагрузке на пациента. Это компьютерный томограф, который позволяет нам проводить более обширную диагностику. Мы можем делать компьютерную томограмму, панорамное исследование. Если для ортодонтов нужен программный анализ, то также на этом аппарате мы можем проводить исследование, которое позволит это сделать, чтобы прогнозирование и ортодонтическое лечение были максимально точными. Это трубка рентгеновского аппарата, которой мы делаем прицельные и прикусные снимки взрослых и у детей. Для детей мы рассказываем, что это жираф с такой большой красивой шеей и головой, и детям эта история нравится. Для мальчиков, которые очень любят роботов и какие-то технические прикольные штуки, мы рассказываем, что это кабинет роботов, которые помогают нам посмотреть, что находится внутри том месте, которое не видим нашим глазом. Есть обязательно фартуки для защиты во время исследования, и в той части есть еще фартуки для защиты при более обширном исследовании для рентгенолога и для пациентов. Теперь мы идем в операционную, посмотрим, как устроено там. Сейчас мы пройдем в кабинет, где проводится лечение под наркозом. Эта комната у нас тоже защищена кодовым замком, и посторонние сюда заходить не могут. Пройдемте, посмотрим. Здесь у нас наркозный аппарат General Electric. Это один из самых современных аппаратов, который обеспечивает безопасное лечение в наркозе ребенка. У нас есть аппарат для бисмониторинга, который мы используем, чтобы быть уверены, что все, что мы можем наблюдать в состоянии ребенка для качественного лечения, у нас использовалось, и все было максимально безопасно для ребенка. А также у нас в операционной есть микроскоп. Абсолютно все специалисты в нашей клинике, и гигиенисты, и стоматологи, обязательно используют увеличение в своей работе. У нас здесь есть трубка рентгеновского аппарата, которая позволяет нам делать снимки во время наркоза. Если малыши не позволяют качественно провести рентгеноследование до наркоза, то мы это делаем в процессе после того, как ребенок заснул. У нас есть также здесь фотоаппарат. В шкафах есть все необходимое. Ассистенты перед наркозом очень внимательно всегда к нему готовятся. Во время наркоза у нас присутствует обязательно два ассистента. Один, который все время находится рядом с доктором и никуда не отходит, а второй ассистент приносит, замешивает. После того, как закончился наркоз, ребенка переводят в комнату пробуждения, где уже все готово для его встречи. Здесь одноразовое постельное белье, разная яркость света. Есть монитор телевизора, на котором можно включать мультики. Есть пульсоксиметр, с помощью которого анестезиолог может оценивать состояние ребенка, пока он пробуждается. Специальная кровать, которая имеет перегородку, чтобы ребенку было безопасно здесь находиться, пока он спит. А дальше мы идем в наш санузел. Это детский и взрослый санузел. Здесь есть раковина для малышей, чтобы им было удобно, раковина для взрослых. Унитазы детские и взрослые. Дети особенно любят приходить именно в этот санузел, потому что чувствуют себя как взрослые. Им все так же удобно. Обязательное условие наших санузлов – это гигиенический душ. У нас есть одноразовые щетки, мыло, лосьон для рук. Также у нас есть средства гигиены и расчески для тех, кому нужно привести себя в порядок, а свою расческу они забыли. Одноразовые полотенца. Это еще один наш туалет. Он отличается тем, что здесь есть пеленальный столик, на котором можно переодеть малыша. Он имеет клееночку, которая хорошо обрабатывается. Здесь есть дополнительные подгузники разных размеров, бумажные салфетки. Также здесь есть ступные щетки, полотенца и средства личной гигиены для женщин, чтобы привести себя в порядок. А теперь мы идем в ординаторскую зону, где проводят свободное время врачи и весь остальной персонал. Это наша супер уютная комната. На стене у нас написана миссия и преимущества нашей компании. Здесь у нас рабочий компьютер, за которыми доктора могут писать карточки и обсуждать какие-то клинические случаи вместе. У нас есть карандашики с раскраской для того, чтобы врачи могли и все остальные расслабляться, если у них накопилось какое-то напряжение. Здесь у нас монитор, где видно актуальное расписание каждого доктора. Наша доска почета, где рассказываются про новости и наши актуальные фотографии с разных совместных мероприятий. Здесь мы обедаем, у нас есть все, что необходимо для того, чтобы можно было покушать и отдохнуть. Здесь у нас холодильник с мороженым, где есть выбор. Ванильное, шоколадное, крем-брюле. И самое главное, что у нас есть фруктовый лед для детей с аллергией на белок коровьего молока и лактазной недостаточностью. В нашей клинике представлены одни из лучших средств гигиены, которые на сегодня существуют. Здесь есть зубные щетки мануальные, флоссы, ершики, монопучковые щетки. Есть наборы Puraprox для ухода за детскими зубами. Также у нас есть пауэрбанки, которые можно брать на время нахождения в клинике. Если ваш телефон разрядился, то есть возможность зарядить его прямо в клинике. Малышам, которые очень любят сладкое, мы предлагаем безопасные сладости. Это конфеты на палочке с ксилитом, которые абсолютно безопасны для зубов. А также у нас здесь представлены средства гигиены. Мы подобрали самые эффективные, безопасные, приятные по стоимости, вкусу, консистенции. И после приема доктор или координаторы, администраторы предлагают вам по списку, который рекомендует доктор, выбрать то, что у нас представлено. Что касается средств гигиены, то пасты в основном ориентируемся на количество фторида. Здесь есть выбор по вкусу паст. Очень важно, чтобы ребенку и взрослому было приятно и вкусно чистить. Поэтому у нас по составу пасты подобраны те, которые нужны. А по вкусу каждый пациент может выбрать под себя. У нас есть электрические щетки, которые, на наш взгляд, наиболее эффективны с точки зрения качества ухода. У нас есть мануальные щетки для малышей. Есть щетки звуковые фирмы Brush Baby, которые безопасны, эффективны, хорошо адаптируют детей не только к чистке зубов, но и к стоматологическому приему. Мы провели для вас экскурсию по клинике Dental Fantasy на Фронзенской. Очень ждем вас в гости. Для детей важно в первый раз прийти, когда появился первый зуб. И при регулярных профилактических осмотрах вероятность необходимости лечения будет сводиться к минимуму. Поэтому чем чаще вы будете приходить к нам на осмотр, тем выше вероятность, что лечение будет требоваться очень редко или не будет требоваться совсем. И если случилась какая-то неприятность, зуб болит или беспокоит, то, конечно, мы постараемся максимально скоро найти для вас возможность прийти к нам, чтобы мы оказали вам свою помощь. Будьте здоровы и приходите к нам в гости.